Всем привет! Это новая серия уроков про удаленные функции и серверные скрипты. Она обязательно нужна перед тем, как мы перейдем, например, к обсуждению DataStore. Итак, поздравляю! Если вам интересны эти уроки, то вы уже не новичок, вы уже на какой-то следующей ступени. Итак, сервер скриптинг. Вы могли видеть какие-нибудь видосики на англоязычном YouTube с пометкой SS. Это всего-навсего сервер скриптинг. Но в Роблоксе серверные скрипты называются просто скрипт. Вы их, конечно же, создавали, что-то делали. А еще вы должны знать, что есть еще локальные скрипты. Скрипты, которые запускаются не на сервере, а на игровых устройствах, на которых подключились к вашему серверу, к вашему плейсу игроки. И с помощью удаленных функций мы будем обмениваться сообщениями между локальными скриптами и серверными скриптами. Раньше все было очень просто. Но в один прекрасный день, в непрекрасный, конечно, пришли юные и не только юные хакеры и начали пакостить в играх Роблокса. После этого ввели некое чрезвычайное положение. Сейчас мы до этого дойдем. Давайте я расскажу, как вообще работает ваша игра. С точки зрения какого-нибудь игрока, который не знает, что такое Роблокс Студио, он берет свое устройство, компьютер, смартфон, планшет, запускает клиент Роблокса, выбирает игру. И в этот момент идет запрос на сервера Роблокса. Фирмы Роблокс. Находятся они, допустим, в Соединенных Штатах и в других странах, в разных городах. Их очень много. Итак, вашему игроку, новому, его направляют на тот сервер, где сейчас запущена ваша игра. Если она не запущена, то для него специально запустят сервер. Есть еще, конечно, всякие выделенные сервера, VIP-сервера и так далее. Это тема других уроков. Итак, игроку указали, куда прийти. С сервера грузится ваш Place. Давайте, допустим, вот этот прямоугольничек. В нем есть Workspace. На Workspace расположены все ваши модельки. Скрипты грузятся, причем скрипты грузятся не серверные. Серверные скрипты игрок не видит. Грузятся скрипты локальные, которые предназначены для Screen GUI и так далее. Для запуска на клиентских компьютерах. Так, вот у нас клиентский компьютер, вот сервер. Так что у нас видно, что на сервере хранятся какие-то общие данные, которые нужны вообще всей вашей игре, всем вашим Place, всем игрокам. А на компьютере игрока хранится только информация, которая интересна только игроку. Все остальное он получает еще из сервера. Так, ну если игрок что-то сделал, например, получил новую одежду, новое оружие, которое выглядит классно, построил какой-нибудь гараж, там дворец. И тут зашел к нам второй игрок. Мы должны второму игроку показать, что первый игрок крутой. Он же его должен видеть уже в новой одежде, должен видеть построенный гараж. И это все, конечно же, работает. Дело в том, что на сервере Roblox хранится не только тот Place, который вы изначально создали в Roblox Studio с вашими модельками и так далее. Но и все изменения, которые сейчас там сделали другие игроки. И постоянно происходит репликация между сервером и всеми-всеми по очереди подключенными игроками. Если какой-нибудь игрок Вася что-то сделал интересное, эта информация идет, реплицируется. Но репликация, это, проще сказать, копируется, дублируется. Вот у меня здесь ДНК нарисовано, что ДНК расщепилась, получилось две одинаковые ДНК и никому это не принесло никакого вреда, вроде бы. Итак, клиентская информация. Допустим, он получил какой-то VIP-пасс. Эта информация пришла на сервер. И, допустим, те, у кого есть VIP-пасс, у них начинает светиться головной убор серебряным цветом. Пришла эта информация на сервер. Сервер эту информацию дальше реплицирует всем подключенным игрокам. Чтобы и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. Игроки увидели, что у первого игрока головной убор засветился. Значит, у него есть VIP-пасс. И вот эта репликация, дублирование информации измененной, что кто-то пододвинул какой-то парт немножко, кто-то взорвал какой-то парт. Эта информация все время попадает от игроков на сервер. Сервер, если видит, что действительно информация, ну действительно, что какие-то изменения произошли, он дублирует потом эти изменения всем остальным игрокам. И так, все игроки, которые играют в вашем плейсе, все видят примерно одну и ту же картину. Все было классно, пока не пришли хакеры. Но про хакеров чуть попозже, на примере. Давайте посмотрим, как вообще работает репликация. Ну тут пример простой. Вы создали парт, назвали его дневник, на workspace его поставили. И к дневнику добавили int value. Ну здесь такой ящик, в котором можно хранить, ну как переменная, в общем. В нем можно хранить какое-то значение. Итак, вот давайте посмотрим. На стороне клиента игрок заносит в этот ящик четверку. На сервере ничего не было в этом ящике. Происходит репликация. Вот она прошла. И теперь у нас и на сервере четверка, и у клиента четверка. Дальше. Вдруг сервер решил в этом ящике самостоятельно, ну какой-то скрипт, наверное, запустился. Он решил эту четверку заменить на пятерку. Он ее изменил и видит, что у этого клиента, ну и у других, конечно, в этом ящике еще находится все еще четверка. Поэтому он посылает эти изменения всем игрокам. И в результате у всех игроков в этом парте, которая называется дневник, в этом ящичке подключенном, везде будет пятерка. Вроде все классно, но мы уже подходим ближе к юным хакерам. Итак, раньше, когда было легко писать скрипты, не было такой штуки, как фильтр. По-английски он называется filtering enabled. Это означает разрешено фильтрование. А когда разрешено фильтрование, не все значения, не все данные будут передаваться от игрока в сервер и наоборот. У нас становится главным сервер. Сервер решает, что можно изменять, а что нельзя. Итак, допустим, никакого фильтра нет. Это мы вернулись в прошлое, не знаю, на 10 лет нашей Roblox. Давайте пример у нас уже не совсем на игре, а, допустим, школьный такой пример. Вот у нас есть клиент, Вася Черепашкин. Ну, конечно, он очень умный. И в очередной раз он пришел в свою любимую школу и сдает тест по математике. Пока еще тест идет. Вот смотрите, я его нарисовал как клиент. Сервер. Есть сервер. Наша школа. Ну, допустим, там какой-то школьный журнал и так далее. Вот мы видим родителей, которые ждут информацию. Они тоже хотят подключиться к этому серверу, как другие игроки, и посмотреть, что же наш Вася получил за математику. Ну, тест все еще идет. Никакой информации нет. Ладно. Тест завершился. Вася почему-то получил двойку. Я вот удивлен. Откуда Вася двойку? Такой хороший мальчик. И двойку ему уже записали не просто за его сделанную работу, а уже записали в его дневник. Ну, я здесь пример показываю, что, допустим, у нас есть такой парт, дневник. И в нем есть этот ящичек, куда мы значения записали. Двойку туда записали. Итак. Вроде бы, как я вам вначале рассказывал, если что-то новое появилось или что-то изменилось, эта информация должна попасть на сервер. Чтобы все остальные игроки увидели, что у нашего Васи двойка. Вот. Но Вася не будет дураком. Мы, кстати, сегодня попробуем на следующем занятии, мы попробуем поиграть в Васю, попробуем повзламывать что-то. Попробуем свою оценку поисправлять. Итак, что делает наш Вася? Он мгновенно заходит на своем клиентском устройстве, заходит в этот дневник Value и ставит там пятерку. Ну, пусть без плюса. Потому что иначе будет очень подозрительно, что он там плюс еще какой-то заработал. Итак, оценку исправил клиент. Буквально мгновенно, через секунду. Учитель не заметил. Но зато это заметил наш сервер. Но он заметил не то, что там кто-то исправил, смухлевал. Он заметил, что появилось новое значение. Что там была двойка, теперь пятерка. И пятерка реплицируется, копируется на наш сервер. Все. Теперь все, если игроки подойдут к этому парту, к дневнику Васи нашего, Черепашкина, и посмотрят в этот ящик Value, вы это сможете, кстати, из Roblox Studio сделать, я уже, наверное, показывал, уйдят там пятерку. Ну и, конечно же, вот радостные родители подключились к этому же плейсу и увидели, что в дневнике у нашего Васи пятерка. Ну, у Васи, конечно, читер года. Я бы сказал, что он ученик года. Так, ну и родители что делают? У нас есть какой-то еще парт, называется премия. Но вы знаете, что родители некоторым детям дают деньги за хорошую учебу. У меня знакомому мальчику мотоцикл подарили. В 17 лет родители за то, что он без четверок закончил. Так, я считаю, что Вася что-то нехорошее сделал. Он обманул, получается, и ваш плейс, ну, свою школу, обманул родителей, плюс родители еще и деньги ему отдали ни за что. В данном случае вместо родителей у нас, например, находится владелец игры, который хотел заработать какие-то деньги на продажах. И тут пришел Вася, наш любимый, и зачетерил так, что украл. Ребята, это на самом деле я бы называл товаровством. Пусть это в виртуальном пространстве происходит, но я реально считаю, что Вася смухлевал и украл деньги. В данном случае уже речь не о пятерке идет, а уже о награде, допустим, 10 долларов. Да, если у нас у Вася звание читер года, то какое звание у таких родителей? В комментариях можете написать, только, пожалуйста, без ругательства. Так, ну, конечно, такая ситуация достала не только учителей, еще и родителей, еще и честных учеников. Ставьте, вот вы в классе, у вас там 20 учеников, и несколько учеников начали мухлевать. И на их фоне, вот они все время получают пятерки, а вы получаете тройки, четверки. Ну, как-то обидно, что они ничего не делают, только в Майнкрафт играют по 8 часов. Надо что-то делать. Надо что-то делать. И вот так появился фильтр. Фильтр, который называется режим такой, Filter Enabled. Он теперь по умолчанию включен, отключить его уже нельзя. В редких случаях, но мы попробуем это вот на следующем уроке, сегодня же выйдет. Мы попробуем, конечно, что-то сделать, чтобы попробовать почетерить, как наш Вася Черепашкин. И попробуем защитить, попробуем сделать так, чтобы выход был найден. Наверное, у вас тоже во многих школах это введено. Появилась такая штука, которая называется электронный дневник. Название дебильное совершенно. Люди, которые придумывали это название, могли дать нормальное название, не электронный, а какой-нибудь виртуальный дневник. Или там облачный дневник. Ну, возможно, в некоторых школах он называется нормально. Ладно. Оценки теперь хранятся в серверном дневнике. Что подразумевается под этим? Что теперь оценки хранятся не локально у клиента, а хранятся все время в серверных скриптах, до которых не может наш Вася добраться. И только учитель может ставить и изменять оценки, которые он поставил у учителя. Радуется, конечно. Но в чем проблема? Раз включился этот фильтр, когда в игру заходят ваш пас у учителя, они тоже не могут напрямую менять из своих локальных устройств оценки. Им для этого нужен какой-то посредник. Вот давайте рассмотрим пример. Смотрим. Сейчас у нас есть клиент. Ну, в данном случае, ладно, родители. Фильтрация включена. Есть клиент наш Вася Черепашкин с двоечкой. И есть вот на сервере хранится теперь его дневник с двойкой. Итак, только поставил учитель двойку. Эта информация сразу реплицируется назад нашему Васеньке, любимому, и его родителям. Родители ведут уже двоечку. Так. Смотрите, Вася попытается по старинке взломать. Он заходит в своем клиенте в локальных скриптах и начинает двойку менять на пятерку. Смотрит, а у него там пятерка. Классно. А репликации назад нет. Ничего от его клиента, вручную исправленное, не приходит на сервер. Так что у родителей, как они видели Васину двойку, так и будут видеть Васину двойку. Можно без скрипта просто создать какой-нибудь парт, добавить в него intValue. Создать скрин, это уже если Вы скрипт напишите, который будет менять. Мы это рассмотрим в следующем уроке со скриптом и вручную попробуем поменять. Ну, неважно, без скрипта. Просто создали парт, дневник его назвали, добавили в него intValue и попробовали его изменить. Но обязательно надо посмотреть на то, как выглядит эта двойка в дневнике со стороны клиента и как выглядит двойка со стороны сервера. Это мы тоже. Мы с этого и начнем наш следующий урок. Так. Но вот беда. Мы на следующем уроке мы узнаем, что и эту систему я еще не рассказал про систему система будет использовать удаленные функции remote functions чтобы учителя могли менять эти значения. Но наш Вася, он все-таки хороший мальчик ну, как хороший он, умный, просто он ленивый. И он увидел, подсмотрел с помощью каких скриптов учителя ставят оценки ему. И он повторил тот же самый скрипт у себя дома так что надо защититься и от таких вещей. Многие игры стараются защититься от юных хакеров и не только юных потому что там на кону стоят деньги большие реальные но, к сожалению, они оставляют всякие лазейки. И мы потихонечку будем с вами говорить ну, не только в этой серии уроков а вообще в любых других уроках как можно защититься вот от таких злодеев. Ну что, ставим лайки подписываемся колокольчик, конечно самое главное, донаты шлите потому что ну, у меня работа ко мне привалила так что у меня времени сейчас на эти уроки будет все меньше и меньше подписываемся говорим друзьям заходим зарегистрируемся в группе ВКонтакте посмотрите на ссылку в описании канала пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok